Добрый день, меня зовут Яков Файн. Сегодня мы продолжаем серию уроков по программированию с языком Java. Сегодня урок номер 4, где мы будем говорить о фундаментальных для программирования в Java понятиях, таких как кастинг, абстрактные классы, интерфейсы и полиморфизм. Начнём с интерфейсов. Во-первых, надо сказать, что в Java не поддерживается Multiple Inheritance. То есть множественное наследование не поддерживается. Один класс не может быть унаследован из одного класса и из другого класса. Так скажем, это есть в языке C++. С другой стороны, Java позволяет объявить некие интерфейсы. Интерфейсы могут, скажем, содержать в себе объявления некоего поведения. Скажем, и потом класс А, он может быть унаследован из класса Б, но с другой стороны он может проявлять некое поведение. Поэтому класс может вертикально унаследован быть только из одного класса, но с другой стороны он может ещё имплементировать один или более образцов поведения. Сначала, может быть, это звучит как китайская грамота, но довольно скоро вы увидите, что это не так всё сложно. Итак, давайте посмотрим этот слайдик. Этот слайдик объявляет некий интерфейс, который называется Payable. Public Interface Payable. А в нём объявлен один метод – Increase Pay, который принимает как аргумент процент, на который нужно увеличить оплату кого-то или чего-то. А возвращает он Boolean. Primitive Data Type в Java, да? Логическое true или false. Истинно или лох. Всё. Это поведение. Что это значит, когда джавский программист смотрит на это? Он понимает, что существуют, наверное, в этом проекте, в этом приложении какие-то классы, которые имплементируют вот этот интерфейс. А что же значит имплементировать интерфейс? Давайте сначала, как это записать правильно. Вот здесь посерёдке мы видим, например, у нас есть класс Employee. А, собственно, давайте сразу поговорим, скажем, более общее. Есть некая компания, в которой работают служащие и контракторы. Служащие – Employee по-английски, а контрактор – это контрактор. У них разные способы оплат их труда. Скажем, служащий получает зарплату месячную, может быть, имеет какие-то бенефиты. С другой стороны, контрактор не имеет никаких бенефитов, а может быть, получает только почасово. У него есть часовая ставка. Тем не менее, и у того, и у другого может возникнуть ситуация, когда нужно увеличить оплату. То есть, Increase Pay нужно. Есть разные варианты того, как это организовать, как организовать программно, как описать объекты или классы. Но давайте посмотрим на этот вариант. То есть, мы пока сделаем такое утверждение. И служащие, и контрактор могут, или им нужно, добавить поведение, которое называется увеличить оплату. Increase Pay. И вот первая строчка здесь в среднем пункте. Класс Employee implements Payable. Видите, у нас есть класс, но он еще имплементирует то, что написано в интерфейсе Payable. И, кстати, не только в нем. А может быть, еще есть некий интерфейс с другим поведением. Promotionable. Может быть, какой-то промоушен можно сделать для Employee другой. Например, отправить по путевке в санаторий в Карлово Вар. Тем не менее, может быть, все что угодно, но здесь внутри, в фигурных скобочках, я написал просто многоточие, но, по сути, там идет объявление. Описание класса. Или вот в этом случае написано класс контрактор. Он implements только Payable интерфейс. Ему, допустим, поездка в Карлово Варо не светит. Мы не можем посылать каждого контрактора в Карлово Варо, правда? А вот служащие – это наши ребята. Мы им платим меньше, чем они заслуживают, но зато мы им даем иногда поездку в Карлово Варо. Или в Турцию. И что же это такое? Что же получается, когда где-то написано слово «implement», что это значит? Если где-то написано слово «implement», это значит, что этот класс обязуется и торжественно клянется, что все методы, которые были объявлены в интерфейсе, который он имплементирует, в данном случае Payable, например, или, может быть, и Promotion был, будут существовать в классе «employee», будут имплементированы реально в классе «employee». А что значит имплементированы? А вы посмотрите, в интерфейсе ведь было только объявление метода. «increase pay», в нем нет кода. В нем не написано, как увеличивать оплату, правда? Только сказано, что в принципе есть такое поведение. А если в объявлении класса написано, что класс «employee» в данном случае, или класс «contractor» «implements payable», это значит, что эти классы обязуются, что в них будет метод «increase pay», и в нем будет какое-то тело этого метода. «body». Даже если это будет просто открывающая и закрывающая фигурная скобочка, то есть пустое тело, «empty body», все равно это считается, что да, вот такой есть автор решил так имплементировать метод. Но по сути, будете читать документацию, различные книги, вы встретите слово «контракт». Когда класс говорит в объявлении, что он будет имплементировать некий интерфейс, это фактически заключается контракт между классом и интерфейсом на то, что все методы, объявленные в интерфейсе, будут имплементированы в данном классе. То есть я, например, допустим, я только начал работать на неком проекте, я вижу, начал читать код, я вижу класс «employee» и «implements payable». Я уже точно знаю, что в этом классе будут имплементированы все методы, которые были объявлены в интерфейсе payable. Что еще может быть в интерфейсах, кроме методов джавских интерфейсов? Там еще могут быть объявлены final variables. Не только поведение, но и final variables. Перемены, которые не могут изменяться. Они могут получить только одно значение и все. Это все, что можно было бы объявить в джавских интерфейсах с первой до седьмой версии джава. Восьмая версия джавы вводит некое новшество в интерфейсах. Мы о них не будем сегодня говорить. Я надеюсь, что в конце курса, может быть, я запишу отдельное видео, где я сделаю обзор всех новостей, которые были включены, всех новинок в джаве восьмой джавы. А их много, и это очень интересный выпуск. Релиз. Пока просто я вам скажу, что джавовские интерфейсы вводят еще нового зверя, который называется default methods. Если программист класса employee не хочет даже имплементировать его, то все равно будет какое-то дефолтное по умолчанию имплементация метода объявленной интерфейс. Сейчас даже не отвлекайтесь на это. Было бы просто нехорошо, если бы я не упомянул это. Но в данном случае давайте не ходить туда, потому что это вас только запутает. Собственно, вы и так уже, наверное, у вас уже голова кругом идет. Возможно. Но скоро это пройдет, я вам обещаю. Пока запомнили, что интерфейсы объявляют некое поведение. Ну и тут же давайте что-нибудь закрепим на практике. Посмотрим, как это бывает. Первый walkthrough, что нужно будет нам сделать. Мы пойдем на веб-сайт издателя, который издал нашу книжечку, текстбук, учебник. Оттуда загрузим код урока номер 6, lesson 6. Его симпортируем в Eclipse. Вот тут в пункте 2 написано, как это сделать. И посмотрим структуру проекта. Посмотрим, что же такое находится в классах person, employee и test pay increase. Протестировать увеличение зарплаты. Попробуем, может быть, попробуем выполнить программку test pay increase. Вот это такое у нас в Оксу. Идем пока в Eclipse. И, собственно, надо сначала пойти загрузить этот урок номер 6. Вот это сайтик книжный, учебника. Урок номер 6, вот он он. Нажимаем, чтобы загрузить его. Загрузили, видите, вот lesson 6 zip. Теперь идем в Eclipse. В Package Explorer заходим. Правой мышкой right-click, import, existing project into workspace, выбери архив, browse, где он у меня, вот здесь. Вот я его только что загрузил и открыл. Lesson 6. Вот у меня симпортировался код, который был опубликован на книжном сайте. Давайте посмотрим на его структуру. Что тут у нас есть? В дефолтном пакете, который по умолчанию, я бы написал разные варианты, тестовые такие программки, которые имеют main method, которые могут проверить поведение многих классов, которые, или интерфейсов, которые находятся в пакете, в пакете com.practical.java.lesson.exe. Мы хотели посмотреть на тест по инкризис, да? Мы хотели посмотреть на тест по инкризис. Давайте посмотрим на него. Хочу вас сразу предупредить, что код, который вы сейчас видите, не самый оптимальный. Особенно вот здесь, вот в этом цикле. Но вы должны его знать, я хочу вам его показать, объяснить, как он работает, а потом я вам скажу, в чем его неоптимальность. Чуть позже. Пока же, давайте посмотрим вот на что. Я вижу, понимаете, все время, когда вы читаете чей-то код, чужой, в данном случае это не вы его писали, правда? Это я его писал. Ну, допустим, я тоже прикину, что я не знаю, что здесь такое. Вот что я вижу. Я вижу, что здесь есть некий массив типа person, работники, workers. И в нем есть три работника в этом массиве. Один employee, второй contractor и еще один employee. И тут же сразу возникает, может быть, странное для вас, но для меня не очень это странное. Вещь, а именно, ведь в одиннадцатой строчке мы объявили массив типа person, а в двенадцатой строчке я в него кладу объект типа employee. Или в тринадцатой строчке я кладу объект типа контракта. Я догадываюсь, что это такое, почему это можно. Мы сейчас будем говорить о кастинге, и я вам это официально или формально объясню. Но пока что я вам скажу, что для меня это сразу же сигнал о том, что наверняка вот эти классы employee и контрактор, они являются саб-классами типа person. Так вот, если у вас есть классы, которые наследники, скажем, класса person или любого другого, это значит, что вы можете объявить переменную типа супер-класс, а она будет хранить ссылочки на объекты типа саб-класс, так как и здесь. В одиннадцатой строчке объявили переменные workers типа person, а на самом деле мы туда кладем объекты типа наследников саб-классов of person. Я это вижу, понимаю, это будет принять любой джазский программист, но чтобы вы мне поверили, давайте откроем вот класс person. У меня есть некий класс person, у него есть конструктор, как мы видим, да, вот он. И у него есть метод getName, то есть объекты этого типа можно спросить, дай мне свое имя, getName. Окей, давайте посмотрим на класс employee. Класс employee extends person, да, мы видим, что это наследник, sub-класс класса person, но он не просто extends person, тут еще кое-чего есть, он еще и implements payable, вид, implements payable. Это что еще такое? Значит, что есть некий интерфейс payable. Как всегда, можно правой мышкой нажать на слово payable, сделать open declaration, и мы его должны были увидеть, но она кликнула и нам его не показала почему-то. Не будем разбираться сейчас в деталях эклипса, почему он сбойнул. F3, кстати, кнопочка могла бы сработать. Давайте посмотрим на него все же сами. Я его открыл payable. Итак, это интерфейс payable. Что в нем объявлено? В нем объявлено в четвертой строке final variables, как я уже сказал, increase cap, равняется 20. В чем здесь суть? Допустим, я считаю, что интерфейс payable может еще и объявлять максимальную сумму повышения оплаты, например, 20%. Вы можете меня спросить, ты же сказал, что это final variables, а тут же не написано слово final в четвертой строке. Да, не написано. В интерфейсах это происходит автоматически и не явно. Хотите, можете написать, что это final вот здесь. Хотите, можете не писать. Но в интерфейсе она по умолчанию final, и не просто final, она еще и static. Почему? Потому что она не принадлежит никакому объекту конкретно, вот сейчас, в данный момент. Вот, то есть, вот final static, можно писать, можно не писать, но все равно любая переменная объявлена в интерфейсе будет по умолчанию final и static. И по умолчанию даже всегда. Другого быть не может. В пятой строчке объявлено, что в интерфейсах payable будет, должен быть метод increase pay. Значит, должен быть. Это говорит вот о чем. Если кто-то скажет, что он implements payable, он будет обязан написать код для метода increase pay. Пока мы его не описываем, мы его просто объявляем. Мы придумываем интерфейс. Мы придумываем механизм по повышению оплаты. И мы считаем, что если кто-то где-то захочет повысить оплату, то он должен нам дать процент повышения и получить он обратно должен либо true, либо false, boolean. Успешно мы повысили или неуспешно мы повысили зарплату. Или оплату, точнее. Итак, класс employee. Extends person implements payable строчка 3. Класс контракта. Extends person implements payable. А теперь разницу посмотрим. В классе employee, естественно, есть имплементация increase pay. Как говорится, сказал A, значит, надо сказать B. Сказал, что имплементируешь payable, пожалуйста, напиши имплементацию всех мест. Вот, значит, в строчке с 8 по 11 это и есть имплементация метода increase pay для служащего, для employee. Для employee, не глядя, сколько на какой нам процент дали, мы и повышаем. Видите, он печатает increasing salary, повышает зарплату на... приклеивает процент и еще приклеивает вызов метода getName. GetName был объявлен в суперклассе, помните, в person. Он нам вернет там имя текущего объекта. Мы исходим из того, что кто-то это имя нам даст. Тот, кто будет создавать... Кто-то будет создавать инстансы вот этого типа person, он нам даст конструктору имя, а мы ему передадим успешненько суперклассом. Скажем, вот те имя, ты знаешь, что с ним делать. Вот. Таким образом это работает. Дальше. А вот посмотрим на имплементацию метода increase pay в контракторе. О, вот здесь совсем по-другому. Видите, тут имплементация у нас подлиннее. Она у нас с 8 по 18 строчкой. Имплементация метода increase pay. Видите, что получается. Для контрактора мы не просто повышаем на тот процент, который нам дали, а мы проверяем. А может, если он, этот процент, меньше, чем максимум, написанный в интерфейсе, видите, строчка 9. Payable.increaseCap, да? Мы же помним, он был объявлен вот здесь, и тут он равен 20%. В контракторе мы проверяем. Если процент, который нам дали, меньше, чем вот этот increase cap, объявленный в интерфейсе, тогда мы просто печатаем. То же самое, типа, повышаем. hourly rate, точасовую ставку, в данном случае, а не зарплату, на столько-то процентов. А если кто-то хочет повысить ставку контрактора более чем на 20%, тогда мы попадаем в Wells, и тут будет написано, sorry, can't increase hourly rate, не могу повысить часовую ставку, более чем на вот такой increase cap. Ну и тут же, естественно, она приклеит имя, getName, в 13-й строчке. Вот видите, и тот, и другой класс, и контракторы, и employee имплементируют в Payable, но имплементация разная. Служащим можно повышать на любой процент, а контракторам нет. Ну и, наконец, как мы это протестируем. Вот, смотрите, что здесь написано. Еще раз повторяю, это не оптимальный код, но хочу его написать. Мы создали массив, объявили массив workers, типа person. С 12-й по 14-й в него создали несколько объектов. Один employee John, контрактор Mary и employee Steve. Теперь я объявил еще пару переменных. В этом классе, current employee, мы будем бежать по этому массиву, current employee, текущий employee и текущий контрактор. Дальше, for each look, помните, на прошлом занятии мы говорили, типа for each. для объекта типа person, мы берем такой бегунок, указатель P, типа person, мы говорим, этот указатель должен бежать по массиву workers, который тоже объявлен, типа person. Что мы здесь пишем? Строчка 20. Новый для вас оператор instance of. instance of это оператор, который может позволить проверить вам, является ли данный объект, какой данный, на который указатель указывает? Того или иного типа. Вот как здесь, в 20-й строчке. Если P указывает на instance employee, тогда делай что-то, иначе делай что-то другое. Еще раз, 12-й, 13-й, 14-й строки. Вы видите, что в объекте, вернее, в массиве person могут храниться разного типа объекта, employees и служащий. Нет, employees и контрактор. И вот 20-я строчка проверяет, на кого сейчас показывает указатель P, на employee или нет? Если на employee, тогда делается некий кастинг, строчка 21, это кастинг, сейчас мы о нем будем говорить, приведение типа, и мы вызываем ему, мы вызываем на этом employee, increase P с 30%, даем ему 30%. иначе, если instance of contractor, мы делаем кастинг, приведение типа к контрактору и вызываем на нем increase P. Вот так написан этот код. Не самый элегантный вариант, но он будет работать. Пока давайте я его выполню, а потом расскажу, что такое кастинг. RightClick. Ну и еще раз, test P increase. RightClick. Что у меня с RightClick'ом происходит? Вот он, RightClick. И где же у меня Run As? Вот он. Run As Java Application. Что она хочет? Вот этот хочу, хочу, test P increase, да. Вот, посмотрите внизу, она отработала, и вот она нам напечатала. Increasing salary by 30%, person's name is John. Дальше я написал, sorry can't increase, не могу увеличить hourly rate более чем на 20% для Mary, Mary у нас контрактор, строчка 13, и опять increasing salary by 30%, person's name is Steve. Вот. Видите, что этот код сделал? Он проверил тип employee или контрактора каждого объекта, и на каждом из них он вызвал, вернее, он сделал кастинг к соответствующему типу, и он вызвал на нем метод increase pay с 30%. Дальше я начну рассказывать, что мне не нравится в этом коде, но для того, чтобы мне это вам рассказать, мне нужно вам объяснить, что такое кастинг, как вот строчка номер 21 и строчка номер 25. Вернемся к слайдик. кастинг. Все классы в Java, они неявно, ну, собственно, не то, что неявно, вы не должны это писать, но они все будут по крайней мере унаследованы из класса, который называется object, объект. Вот. И когда вы объявляете переменные непримитива типа каких-то объектов, типа каких-то классов, скорее, то вы можете объявить эту переменную либо точно этого типа, либо одного из его суперклассов, предков. Ancestors. Как, например, здесь. Вот эта строчка njTax myTax1 равен new njTax. Это самый простой вариант. Слева переменная типа njTax, справа создается инстанс такого же типа. Верно. А что здесь? Следующая строчка tax. мы объявляем перемену tax2 типа tax. Помните наши налоги вот эти? А на самом деле слева, да? А на самом деле создаем инстанс объекта из класса njTax. Это тоже разрешено, потому что upcasting, то есть приведение типа от sub-класса к супер-классу происходит в java автоматически. Ничего специально делать не надо. Как я уже говорил, можно объявить переменную типа супер-класс, а ей давать объект, нужно присылать эти объекты типа sub-классы. Работаем. Более того, как я уже сказал, так как все в java, все классы унаследованы из типа object, вы и так могли тоже сделать. Вы могли объявить переменную mytext3 типа супер-класс, а создавать инстанс типа sub-класса. Ведь njtax является обязательно саб-классом класса object. Upcasting, приведение типа к супер-классу в java происходит автоматически, ничего писать специально не надо. Зачем вам это нужно, нужен этот кастинг? Мы уже кое-что видели в прошлом примере. Если у вас есть некая коллекция, в данном случае массив, в котором лежали разные типы, и в зависимости от того, какой тип лежит в item элементе массива вы хотите вызвать тот или иной метод, может быть были какие-то разные методы у employee контракта, то в этом случае вы должны или можете сделать приведение типа к точному типу, то есть скажем, массив был объявлен типа супер класса, а мы хотим точно конкретному и на нем вызывать конкретный метод. Ну вот, мы только что это видели в нашем примерчике, массив workers был, да, и вот в данном случае я кладу туда, допустим, у меня был какой-то массив, вернее, какой-то класс employee с конструктором, который принимал имя и фамилию, был класс контрактор, который принимал имя и фамилию, да, мы всех их положили в массив типа superclass, типа pros. То есть это апкастинг, это справедливо, это работает. Дальше, а теперь давай посмотрим на downcasting, а если нам надо привести типы наоборот, с супер класса в subclass. И вот здесь я как раз и объясняю собственно то, что мы только что видели в коде, который мы выполняли. Давайте посмотрим вот на что. Существует java instance of. Иногда бывает ситуация, когда вы хотите пробежаться по набору объектов и проверить тип каждого и проверить его точный тип. И вот смотрим здесь. Вот у нас есть допустим какой-нибудь массив workers из 20 элементов. Мы здесь по нему проходим и делаем итерацию в данном случае не for each метод, а простой for loop от 0 до меньше 20 i plus plus и идет проверка type check. В данном случае допустим мы хотим у нас допустим есть некие методы которые существуют только для employee и есть некоторые методы которые существуют только для контракторов например employee можно послать в carval bar и вот допустим если у нас такая ситуация мы проверяем мы идем по этому массиву и проверяем а не является ли конкретный элемент instance employee если да если да то во первых надо сделать кастинг вот посмотрите перед переменной ставится в круглых скобочках тип которому мы хотим привести мы говорим фактически я знаю что массив был объявлен типом person но я только что проверил допустим первый или седьмой элемент массива является не просто person а он еще является employee поэтому пожалуйста уточни тип данного элемента и сделай чтобы он был типом employee тогда мы делаем кастинг к типу employee присваиваем переменной current employee и вот эта переменная на этой переменной можно вызывать все методы которые объявлены для класса employee у него могут быть совершенно отдельные специальные методы которые не существуют для контрактора то есть делаем кастинг тогда уже мы можем вызывать методы которые существуют только для employee или в данном случае например если конкретный instance of если конкретный тип элемента массива нашего является контрактором мы делаем приведение к типу контрактор присваиваем указатель переменной current contractor и дальше можем вызывать на этой переменной те методы которые могут быть ну в общем то любые методы которые были объявлены для класса контрактор вот вот так это работает почему этот код не оптимальный потому что первое оператор instance of он медленный он медленный и правильно по-английски он дорогой дорогой не в плане денег а в плане того что он занимает много ресурсов работает медленно поэтому лучше его избегать в принципе поэтому код не оптимальный во-первых а во-вторых чуть позже я вам покажу как этот код можно вообще переписать без вообще проверки типа используя то что называется полимерфизм и я вам покажу как его переписать правильно а пока что моя задача была вам показать кастинг показать инстансов и в общем-то для этого я и вам показал этот пример интерфейс теперь перейдем к понятиям абстрактные классы а потом еще вернемся к интерфейсу про интерфейс мы пока кое-что уже знаем мы знаем что что они объявляют в java они объявляют поведение некоего поведения которое может которым могут обладать некие классы а как сказать что классы обладают поведением мы говорим класс а имплемент интерфейс такой-то поебанного следующий звери в java это так называемые абстрактные классы абстрактные классы вот это я вот так сижу видите похоже это я так сижу и думаю я же мыслитель Родяновский и думаю я дизайнер мне нужно начать работать над проектом и мне нужно будет писать программу которая будет обрабатывать работников нашей компании будем повышать зарплату по часовую оплату и так далее каким образом мне нужно сделать класс я java team lead у меня есть много всяких программистов может мало всяких программистов а может быть я вообще один team lead для себя же классы у меня будут в моем проекте ну вот я думаю как я думаю я думаю конечно существуют служащие конечно существуют контракторы конечно у них есть нечто разное но есть ли у них что-то общее конечно контракторы и служащие люди у них есть имена допустим правда поэтому я думаю давай-ка я объявлю класс person которым я объявлю все что есть общего и у employee и у контрактора может быть какие-то переменные объявлю объявлю member variables может быть я объявлю какие-то методы которые должны присутствовать и у employee и у контрактора может быть и вот я например объявлю там метод get name set name change address поменяя адрес может еще какие-то которые нужны всем а с другой стороны я могу сказать но в принципе ведь у них есть какая-то специфика нечто разное и скажем в классе person я скажу вернее думаю так давайте-ка я объявлю метод который называется increase pay но имплементировать его не буду почему потому что это как раз то место которое будет специфично для контракторов и служащих таким образом в желтом этом вот классе abstract вернее так давайте скажем так в абстрактном классе сейчас объясню что это person я объявлю много чего но оставлю его недоделанным там оставлю метод ненаписанный и то он будет называться абстрактным метод я напишу абстракт абстракт это ключевое слово метод sorry абстракт допустим буллин increase pay аргумент и не напишу его body и класс я объявлю абстракт то есть получается что у меня будет много чего написано но кое-что недоделано и где же это недоделанное нужно доделать в сабклассах я отдельно напишу кроме класса person я напишу класс employee extends person extends person но этот класс этот класс как сказать этот класс будет не закончен пока в одном из его саб классов я не напишу я не напишу имплементацию скажем абстрактного метода в данном моем примере increase pay одним словом класс person абстрактный какой класс называется абстрактным классом абстрактным классом называется тот класс у которого стоит ключевое слово abstract в его объявлении то есть abstract class person как правило если написано абстрактный класс то в нем будет по крайней мере один абстрактный метод то есть будет метод который будет тоже написан abstract что еще нужно знать нужно знать что пока все абстрактные методы не написаны не имплементированы из этого класса нельзя сделать instance объект то есть класс person если он был объявлен как абстрактный из него нельзя сделать instance если в классе employee будет имплементирован скажем абстрактный метод increase space только один метод был абстрактным класс person тогда уже employee можно делать instance то же самое относится к контрактору для чего это вообще в принципе делается такое мы даем с одной стороны мы выкручиваем руки скажем фигурально конечно работникам джерджавским программистам которые будут работать у меня в команде я team lead правда я им говорю что я вот вам даю class person в нем будет все что общее плюс если вам нужно будет имплементировать метод по повышению оплаты он должен называться именно так вот как у меня видите написано abstract boolean increase pay и аргумент в чем же выкручивание рук а в том что я заставляю их допустим джон будет писать класс employee а мэри будет писать класс контракта в этом случае у них не будет никакой самодеятельности потому что иначе джон мог бы написать в классе employee increase salary он бы мог так назвать этот метод мэри мэри могла назвать этот метод increase hourly rate правда а я не хочу чтобы они так делали я хочу чтобы если они будут имплементировать метод по повышению оплаты чтобы он назывался точно так как я хочу а именно increase pay вот и дальше если когда-либо позже у меня появится новый тип работника гастарбайтер например в нем может быть будет некая специфика но он хоть и гастарбайтер но имя у него есть есть же нечто общее что я вынес в класс person а как ему повышать зарплату может быть я должен платить ему наличными под столом значит я ему имплементирую такие может быть я часть ему буду платить официально а часть я буду в конверте выдавать я уже не знаю как в разных странах это бывает тем не менее я как дизайнер в данном случае с одной стороны я навязываю название определенных методов их signature для работников моей команды с другой стороны я оставляю себе некую свободу по добавлению новых классов по имплементации новых классов по мере того если они когда-либо понадобятся в моем проекте ну и вот конкретно уросинтекс как это работает работает это вот как вот как ну здесь определение класс называется абстрактным если он объявлен с ключевым словом абстракт если класс абстрактный сразу же ищите в нем что что в нем есть недоделано вот например я вижу сразу же public abstract boolean increase в нем нет body в этом методе правда с другой стороны там могут быть написаны методы например change address он уже был написан и еще какие-то там get name set name мало ли что set phone number и так далее вот это пример абстрактного класса и вот внизу я написал что метод increase pay должен быть где-то имплементирован в одном из саб классов пока он не будет имплементирован этот класс нельзя инстаншировать из него нельзя сделать instance абстракт я пишу это все равно как unfinished недоделан и незакончен вас могут спросить а обязательно ли вы должны имплементировать метод абстрактные методы все в саб классе не обязательно не хотите не имплементировать но тогда и саб класс вы тоже не сможете инстаншировать одним словом пока есть неимплементированные методы класс абстрактный нельзя инстаншировать теперь давайте посмотрим на следующую задачу допустим мне поставили задачу или я хочу сам себе поставить задачу создать некие классы может быть с использованием абстрактных классов без использования интерфейсов не хочу использовать интерфейсы а хочу использовать абстрактные классы и вот задача такая в компании есть employee контракторы я должен делать дизайн классов чтобы представлять работника в этой компании в этих классах должны быть методы Вот такие. Change address, promote, give day off, increase pay. И что такое promotion? Это мне, допустим, бизнес analyst дал мне такую, постановщик дал мне такую задачу. И он говорит, что promotion означает «дай один день выходной и увеличь сумму оплаты». Ну, соответственно, для служащих increase pay должен повышать зарплату годовую, а для контрактора должен увеличивать часовую ставку. Я сижу и думаю, окей, что у них есть общего, что я могу вынести в общий класс, имплементировать там все, чтобы это был супер-класс. Ancestor. Допустим, person. Я понимаю, что change address один и тот же, в смысле одинаков. Хоть ты employee, хоть ты служащий, адрес меняется. Дальше. Так как promotion означает, что нужно дать один выходной и увеличить оплату, я понимаю, что из метода promote я буду вызывать два метода. Один из них будет давать выходной, один, а другой будет увеличивать оплату. Но я также понимаю, что увеличивать оплату должно быть по-разному, должен работать по-разному для служащих и контракторов, поэтому я должен буду его, вероятно, делать абстрактным и не имплементировать. То есть кое-что я буду имплементировать в этом абстрактном классе, а кое-что нет. Давайте-ка посмотрим, как это можно сделать. Вот абстрактный класс, person. Я вот так такой делаю его дизайн. Говорю, что там должна быть private variable name, там должна быть final static. Если абстрактная, она будет final static. Будет ли она final static? Не будет, нет. Когда класс уже конкретно будет инстанширована, она уже не будет final static. Это не интерфейс. Итак, допустим, я объявляю final variable increase cap. Конструктор имя принимает, getName метод public, дает значение этого имени. ChangeAdress public, имплементируется здесь, ну вот таким простым образом. Просто его печатает, новый адрес. Да. Далее. Хочу обратить внимание на метод promote. Это public метод promote он будет, но изнутри он будет вызывать метод give day off. Мы знаем, как давать day off. Это одинаково и для служащих, и для контракторов. Мы просто, допустим, печатаем данный случай. Даю выходной такому-то человеку. С другой стороны, я тут же хочу вызвать абстрактный метод. Вот здесь я его вызвал. Не знаю, зачем я написал, честно говоря, его закомментированным, но в принципе я могу здесь просто написать increase pay и в скобочках percent. Дальше. То есть из promote я вызываю give day off и increase pay и percent. Не надо здесь эти комментарии. Далее. А вот что же с increase pay делать? Вот его я не хочу имплементировать здесь, потому что он должен быть разным у саб-класса. Поэтому я пишу здесь слово abstract, ключевое. Метод абстрактный, незаконченный. Соответственно, и класс я являю абстрактным. Еще раз напоминаю, класс является абстрактным, если он объявлен с методом abstract. Вот так. В книжке вы можете его тоже посмотреть. В текстбук. Ну а дальше, а саб-классы какие у него будут? Вот видите, класс employee extends person. В нем я имплементирую абстрактный метод, который был объявлен в person. Соответственно, класс контрактор. Я в нем тоже имплементирую метод, который был объявлен в суперкласс. Ну, сейчас опять же повторяю вопрос. Зачем вообще был огород городить? Зачем я его объявляю абстрактным в суперкласс? Я могу и так сказать. Ребята, дорогие. У класса person, ну пожалуйста, не забудьте имплементировать increase pay в своих саб-классах. Employee и контрактор. Я не хочу зависеть от памяти мэри и джона, который будет работать над классом employee и контрактор соответственно. Я хочу сразу же вписать в суперкласс, в абстрактный класс method signature, который я хочу видеть. Я хочу гарантированно знать, что в каждом объекте, который будет унаследован из person, есть такой метод. Мне это дает еще один benefit. Если я потом захочу обрабатывать, скажем, поместить всех работников в массив типа person, а потом всем им увеличить зарплату, я буду гарантированно знать, что везде существует метод, который называется increase pay. Вот. Ну а теперь давайте по-другому подойдем к той же самой задаче. Вернемся теперь к интерфейсам, о которых мы говорили в начале занятия. Допустим, я не хочу использовать абстрактный метод. Вернее, абстрактный класс. Почему я могу не хотеть? Понимаете, вот в этом случае абстрактного метода, вернее, абстрактного класса, я говорил, что класс employee extends person и класс контрактор extends person. Я мог это себе позволить, потому что у меня не было никаких других ограничений. Но иногда бывает, что вы пишете класс, который вы обязаны унаследовать из какого-то уже класса. По какой-то причине. Вы используете некий фреймворк или существует определенное правило, как писать какие-то классы. Например, Java имеет так называемые Java applets, которые загружаются и могут быть частью веб-странички. Если вы хотите класс делать applets, вы должны написать, что у вас класс extends applet. Если вы это уже напишите, то вы уже не можете сказать extends applet and extend person. Правда? Поэтому этот механизм абстрактного класса не работает. Или там вы, допустим, пишете, есть так называемые Java servlets. На сервере выполняются программки. Если вы хотите, чтобы ваша программа была сервлетой, Java servlet, вы должны написать, что моя программа класс employee extends server. или, скажем, там HTTP servlet. Все. Вы уже не можете extend person. Понимаете? То есть иногда вы не можете использовать абстрактные классы, потому что вы вынуждены наследовать свой класс из какого-то другого. Что же делать тогда? Тогда возвращаемся к интерфейсу. Что получается? Класс extends serverlet или upload, как мы говорили, но он может заимплементировать интерфейсы. Правда? Так вот, как можно делать дизайн по-другому? take two, как говорится, дубль два. В этом случае не будет у employee контрактора общего предка типа person, но каждый из них будет имплементировать интерфейс payable. В интерфейс payable мы напишем только один метод, который называется increase pay. Кстати, вот эта notation, вот эта схемка вот с этими стрелочками, с пунктирными линиями или не с пунктирными линиями, как было в прошлый раз, это все так называемое UML notation, Unified Modeling Language, я думаю, так оно расшифровывается. Часто структуру программы, структуру application, какие классы в нее входят, какие интерфейсы, рисуют вот таким макаром с помощью таких квадратиков, стрелочек и так далее. Они что-то значат и в последнем слайде, где написано additional read, я написал ссылочку на такую книжечку, по-моему, книжечку, да, где можно почитать об этом UML, чтобы, если вы где-то увидели такую диаграмму, чтобы вы понимали, что она значит. В данном случае она означает, что существует интерфейс payable и employee и контрактор им будут имплементировать payable. Ну, давайте теперь посмотрим. Давайте посмотрим на другую версию нашего кода. Public, давайте посмотрим сюда. Что мы видим здесь? Есть некая тестовая программка с методом main, которая, которая объявляет массив workers, состоящие из трех работников, из которых есть служащий джон, контрактор мэрии и служащий стим. И очень маленький цикл. Посмотрите, что происходит. For person P in workers, я просто вызываю P promote, P promote 30. Так. Давайте посмотрим на вот этот класс в эклипсе сначала, а потом мы вернемся к этому слайдику. Test pay increase to. где же он у нас есть? Здесь его у нас нет. Может быть он здесь есть? Наверное вот он здесь есть. Test pay increase to. Сейчас мы сделаем вот что. Нет, этот слайдик не соответствует тому, что я здесь хотел объяснить. Давайте я все-таки здесь объясню. что получает? Что получается? Мы вызываем метод promote на чем-то. На чем? На том объекте, на который сейчас указывает переменная P. А что это за объект? Я не знаю, что это за объект. Когда-то это будет служащий, когда-то будет контрактор. вообще в реальной жизни вот этот такой например массив Perth Workers или какая-нибудь другая коллекция Data Collection она не будет захараткодирована как мы здесь делали. А что будет на самом деле мы будем читать какие-то данные из базы данных которые хранятся все наши работники они меняются кого-то удалили или сам ушел а кто-то новый пришел. Мы считаем Data Collections столько сколько у нас есть в базе данных и начнем бежать в цикле по этой Data Collection и что получается в этом цикле я объявляю в данном случае если у нас абстрактный класс и у нас есть общий ancestor это не интерфейсный вариант не интерфейс еще пока то мы говорим у тебя сейчас пи на кого-то указывает переменная пи на какой-то объект указывает я хочу вызвать на этом объекте метод промоут помните промоут что у нас означал он у нас означал дайдайов и increase пи так вот когда переменная пи будет вызывать метод промоут она будет видеть что дайов вызывается а когда она будет вызывать increase пи то она будет вызвана на основе actual type на основе текущего типа который объект имеет в памяти вот мы загрузили с базы данных допустим много ну или в этом случае три работника какой тип у него будет именно ту версию промоут а соответственно именно ту версию increase пи она вызовет и это иллюстрация того что называется полиморфизм то есть в принципе каждая сущность может показывать разное поведение или иметь разные какие-то фичи свойства так вот полиморфизм и java поддерживает позволяет позволяет написать общий код который который выглядит как будто мы вызываем один и тот же метод промоут и поведение одно и то же но на самом деле будет происходить анализ текущего типа объекта в памяти и будет вызываться именно его implementation поведение в данном случае промоут или более точно increase пи теперь все-таки вернемся вернемся к нашим к нашим примерчикам значит делаем вокс-шу-2 которая говорит о том что надо взять седьмой урок из книжки загрузить его и симпортировать в эклипс правда как мы это сделаем мы пойдем вот сюда возьмем седьмой урок загрузим его пойдем в эклипс пойдем в эклипс и сделаем импорт седьмого урока седьмой урока седьмой уроком седьмой уроком седьмой уроком как раз она и показывает в частности она показывает использование абстрактных классов вот абстрактный класс person вот видите из где мы видим из promote вызывается give day of который полностью имплементирован в строчке 20-22 и вызывается метод increase pay а вот increase pay у нас абстрактный он не имплементирован вообще а где же он имплементирован в сабклассах вот один сабкласс employee видите он имплементирует increase pay таким образом а вот класс контракта он имплементирует другим образом но test pay increase to он бежит по массиву workers и вызывает на каждом объекте promote и дает метод а на ком будет вызываться конкретно это будет решаться during the runtime то есть в этом это пример полиморфизма давайте его сначала запустим посмотрите что он напечатал нам promoting a worker giving a day off to john increasing salary by 30% person name is john опять promoting a worker да она пишет она пишет метод promote видите она это оттуда идет месседж promoting a worker вот она пишет promoting a worker increasing giving a day off to mary so you can increase salary by more than 20% видите почему это потому что mary была контракта казалось бы по коду мы все работаем на person все время на каждом мы называем один и тот же promote но он не один и тот же потому что в памяти находились разного типа объекта сабклассы сабклассы в других языках есть такой термин называется late-binding например в C++ я думаю что это в принципе та же самая терминология если использовать то только during the runtime мы смотрим какой же реально тип находится в памяти сейчас хотя внешне вот эти строчки с 12 по 14 очень коротенькие мы не используем instance of а вот используем полиморфик behavior ну и дальше опять был employee поэтому increase salary происходит автоматически не знаю может быть давайте поставим вот здесь точку останова на 12 строчке попробуем выполнить через debugger эту программку может быть что увидим интересно вот мы остановились на 12 строчке да давайте-ка сделаем step over или что мы хотим сделать не понимаю почему она мне не хочет почему-то она не хочет мне дать step over давайте еще раз попробуем давайте еще раз попробуем почему-то не дает step over debugger java application вот мы стали видите сейчас сбоит Eclipse вот сейчас он мне дает step over сейчас она не enabled только что была не enabled странное поведение но мы не расстраиваемся мы стоим на строчке номер 12 we are about to мы вот сейчас начнем двигаться по циклу с этой переменной пи делаем step over на одну строчку да зашли внутрь цикла посмотрите появилась переменная пи давайте посмотреть на нее внимательно у нас есть массив workers в котором лежит или сидит один employee вот он нулевой джон там сидит кто у нас мэри да контрактор контрактор видите и во второй элемент опять employee то есть разные типы но у них общий папа у них общий person вот смотрите а пи что у нас пи сейчас в данном случае указатель пи давайте немножко опустим вот сюда пи у нас указывает сейчас на джона да джон это первый элемент джон это первый элемент ну давайте смотреть что же будет происходить сейчас пи промоут я сейчас сделаю степ инту не степ овер степ хочу зайти конкретно в метод промоут видите я зашел в промоут я зашел в промоут тип эмплуи у него оказался да у нас у нас у нас сделает промоут напечатала напечатала на втором сталь посмотрите пи теперь указывает на контрактора пи теперь тип контрактора да мэри заходим степ инту идем дальше дай одинаковый increase пи давайте зайдем степ инту ага видите мы уже зашли в контрактора теперь хотя внешне видите казалось бы мы идем person 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 пи один и тот же казалось бы но он не один и тот же и тут она говорит нам sorry can't increase early rate и так далее видите давайте закончим это дело вот то есть реально в памяти в момент только в момент выполнения был определен автоматический тип конкретного объекта и вызывалось тот или иной метод которым была имплементация вот это мы сейчас делаем box number two ну а как же имплементировать полиморфическое вот такое решение не с абстрактными классами а с интерфейсами можно это сделать да конечно можно посмотрите что можно сделать если давайте сделаем такое assumption допустим и кстати вот листинг 6.2 и 6.3 в книжке вы увидите эти примерочки допустим там есть просто employee и контракт эти классы не имплементируют вернее не является наследниками subclasses of person нет они просто отдельно стоящие классы но каждый из них имплемент с payable payable interface это интерфейс в котором объявлен только метод increase pay давайте посмотрим такой пример и что же здесь опять происходит опять же наш массив наша Джон Мэри стив стив те же самые типы но посмотрите что интересно что интересно здесь я тоже объявляю это for each loop я объявляю перемену пи которая будет бежать по массиву но а какой же тип у этой перемены тип у этой перемены payable не класс допустим employee или контракта а тип ее интерфейс payable interface который имеет только один метод что же за тип такой казалось бы а мы говорим я хочу объявить переменную пи которая будет бежать по массиву workers но переменой не нужно знать ничего про эти объекты кроме одной вещи эта перемена пи будет вызывать только те методы которые были объявлены в интерфейсе payable то есть фактически переменная пи будет видеть только один метод increase pay ее не волнует что там может быть в классе employee или в классе контракта есть еще какие-то методы change address get name get this get that но переменная пи будет видеть только метод в данном случае increase pay и только его можно вызывать на переменную пи вот пожалуйста та же история бегуно этот бежит по массиву пи у бегунка этого тип payable и на нем мы вызываем increase pay during the run time во время выполнения будет определен конкретный тип класса и на нем будет вызываться правильный метод increase pay вот так ну вот пожалуй все мы закончили вот эту тему такую может быть не очень простую для понимания но очень важную пожалуйста потратите на нее время и homework этого юнита это домашняя работа значит посчитайте все из урока 7 конечно же и придумайте сами программку или приложение которое может быть имплементировано с интерфейсами которые иллюстрируют полиоморфизм вот я вам даю пример например подумайте класс кэты и дог мужчина женщина найдите что-то в них общего что-то различного имплементируйте их может быть как интерфейсы или может быть inventory там допустим есть какая-то у вас магазин и в нем есть много разных товаров подумайте как можно что-то имплементировать с помощью интерфейсов ну а дальше последний слайд и конечно же ну вот и все это был четвертый урок и надеюсь надеюсь вам был полезен меня зовут Яков Файн работаю в Фарата с эстомском кани и будем продолжать наши уроки спасибо за то что приходили до свидания